В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, управляющего Тамбовским отделением Сбербанка, Владимир Компанеец. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Здравствуйте, Владимир Федорович. Предлагаю без долгих преамбул приступить к нашему разговору и коснуться темы, о которой сегодня говорят и по поводу, и без повода. Я имею в виду тему цифровизации. И для примера давайте рассмотрим с вами так называемый транспортный проект, который был не без участия Сбербанка и других партнеров, внедрен в Тамбове. Я напомню, что сегодня, фактически с 1 июня 2019 года, вот с помощью банковских карт различных эмитентов и с помощью социальных транспортных карт, мы можем оплачивать проезд в городском транспорте. Я, насколько понимаю, это был долгий подготовительный этап и фактически это была реализация поручения губернатора. Как вы оцениваете результаты на сегодняшний день внедрения транспортного проекта? Вы абсолютно правы, когда говорите, что проект имел долгий подготовительный этап. И действительно, мы шли очень долго к реализации этого проекта. И в процессе его реализации старались учесть все возможные сложности, которые нам встретятся на пути. В частности, были продуманы разные способы оплаты через проезд, чтобы у людей сохранился выбор в оплате, чтобы они могли оплачивать и банковскими картами, и специальными социальными картами. И также сохранилась возможность оплаты наличными денежными средствами. Но на текущий момент проект, на мой взгляд, успешно запущен. Он реализован и в городе Тамбове, и в Тамбовской области, во всех крупных городах, в районах. И, на мой взгляд, если мы смотрим на количество платежей, которые люди осуществляют при помощи безналичных средств оплаты, люди приняли эту систему оплаты, и она пришлась им по вкусу. И она находит свое отражение в том, что регулярно люди применяют безналичные средства. — Владимир Анатольевич, злые языки утверждают, что Сбербанк построил систему так, что можно расплачиваться только картами Сбербанка. Это так? — Это именно злые языки так говорят. На самом деле, любая карта любого имитента может быть принята к оплате в общественном транспорте. — Только в любом случае она должна быть так называемой бесконтактной, когда вот здесь есть такой значок, что эта карта является бесконтактной, и можно, не набирая пин-код, произвести оплату. — Совершенно верно. Это технология NFC, достаточно новая современная технология, которая убыстряет процедуру оплаты, и для того, чтобы оплатить за проезд безналично, достаточно просто картой прислониться и прислонить ее к терминалу. — Вы знаете, я когда готовился к программе, посмотрел несколько цифр, которые были обнародованы региональным оператором, который обеспечивает транспортный проезд. Ведь и Ростелеком, и Золотая корона, и вы соучастники этого проекта, а есть региональный оператор, который реализует эту программу. Так вот, цифры были таковы, что на конец сентября-начало октября 89% от общего объема оплаты происходит в безналичном виде. И более того, возникла интересная вещь по городу Тамбову, в частности, при введении единой социальной транспортной карты. Получилась ситуация такая, что чуть ли не на 26% доходность выросла. Чем вы можете это объяснить? — Я тоже проведу несколько цифр и статистики. На текущий момент мы видим, что ежедневно свыше 100 тысяч оплат по проездам в транспорте, в общественном транспорте в Тамбовской области, проходит безналичным путем. Такой рост количества оплат никто не ожидал. Ну и есть ощущение, что ряд оплат, они просто-напросто вышли из тени. В связи с этим и происходит рост благосостояния, рост выручки перевозчиков, официальной выручки. Потому что те средства, которые оплачиваются безналичным способом, они, разумеется, декларируются, средства попадают прямиком на расчетный счет предприятия. И как-то укрыть их от налоговых органов уже не представляется возможным. — Вы, как настоящий банкир, очень деликатно все объясняете. В моем понимании, как человека, не связанного корпоративной этикой в данном случае, есть представление такое, что фактически так называемые задвоенные талоны, когда некоторые недобросовестные перевозчики просто на ксероксе печатали талоны для льготных категорий граждан и потом предъявляли к оплате. А сегодня эти потоки стали прозрачными. — Вы знаете, мне показалось симпатичным то, что на обратной стороне социальной транспортной карты есть специальный QR-код, и я с помощью обычного телефона, который на платформе Android, могу навести на этот QR-код и произвести пополнение своей социальной транспортной карты. Вообще, какие перспективы по обычной транспортной карте? Ведь я понимаю так, что вы социальные карты выдавали населению бесплатно, это свои 70 тысяч. И сегодня в основном потенциальные пассажиры покупают транспортные карты. Вы берете за это 100-рублевую плату. Какие-то преференции будут для отдельных категорий граждан? — Скажем так, в процессе запуска проекта Сбербанк через свои офисы организовал выдачу социальных транспортных карт абсолютно бесплатно. И действительно несколько десятков тысяч жителей Тамбовской области получили карты в офисе Сбербанка и теперь ими пользуются. Карты дают право на льготный проезд, и люди этим правом пользуются. Мы не останавливаемся в настоящий момент на достигнутом. Мы думаем и о других категориях граждан, которым было бы интересно применить безналичную систему оплаты. Сейчас я, наверное, могу уже анонсировать тот проект, который мы в настоящий момент готовим. Мы готовим к выпуску школьный проездной электронный. То есть фактически это... — Если можно, давайте я покажу. — Да, это прототип карты, которая будет применяться школьниками, также для безналичной оплаты проезда в транспорте. Подтолкнула, наверное, идея выпуска этой карты родилась благодаря тому, что неудобно детям давать наличные денежные средства, неудобно, когда они их могут потратить на какие-то другие места, а не проехать в автобусе. А вы абсолютно верно отметили, что на обратной стороне точно так же располагаются различные QR-коды, которые позволяют быстро, эффективно пополнить счет данной карты. И фактически ребенок всегда будет с деньгами для того, чтобы у него была возможность проехать в транспорте. — Давайте мы поясним нашим телезрителям, что льготы устанавливает не имитент этих карт. Льготы устанавливает законодатель региональный в частности. И есть льготная категория школьников из многодетных, малобеспечных семей, которые через управление социальной защитой и семейной политики получают специальные льготные проездные. А в данном случае речь идет о том, что, как я понимаю, вы вместе с Ростелекомом, вместе с оператором предлагаете карту, чтобы родители для школьников могли купить. Вы опять будете брать 100 рублей за эту карту? — Мы планируем запустить карты в продаже по льготной цене 50 рублей за такую карту. То есть это на уровне себестоимости пластика и себестоимости выдачи данных карт через офисы. — Родителям только остается пополнять эту карту, чтобы ребенок мог, добираясь до школы, воспользоваться этой картой при безналичном оплате в транспорте. — Да. И самое важное, о чем я хочу сказать, что данная карта — это всегда выбор родителя. То есть нет никакой обязаловки. Любой человек выбирает удобный для него способ оплаты. И Сбербанк и Ростелеком фактически предлагают возможности этого выбора. То есть возможность наличной оплаты у школьников, у всех других жителей Тамбовской области сохраняется. — То есть это не обязаловка? — Это совершенно не обязаловка. — Это дополнительное окно возможностей. Вот у вас есть возможность не возиться с мелочью, а платить с помощью карты. — Все верно. И речь не идет в данном случае о тех школьниках, которые и так имеют льготы, которые относятся к категории многодетных семей. То есть они и так уже обладают транспортными картами, которые им уже бесплатно... — Управление соцзащиты было выявлено. Давайте от детской темы и от безналичных платежей уходить не будем. И в данном случае вопрос к вам не как к банкиру, а как к многодетному отцу. Не так давно при содействии администрации области, управления, образования, муниципалитетов был реализован так называемый проект «Накрытые столы на платформе ладошки». Когда все школы Тамбова, Мичуринская часть школ Тамбовского района перешли на безналичную оплату школьных обедов. Проект полетел, удался, пошел? — Я бы оценил этот проект как весьма успешным. Успешным в каком плане? При реализации проекта мы думали о нескольких категориях людей. Прежде всего об учителях, которые фактически избавляются от функции казначея сбора денежных средств с детей, с родителей и оплаты питания. — То есть, прошу прощения, если раньше классный руководитель в школе собирал деньги с ребят, затем эту мелочь пересчитывал, и купюры, и мелкие деньги отдавал в столовую, и ребят шли и обедали. Сегодня фактически, посмотрев по классному журналу, кто из ребят явился, список отдается в школьную столовую, и идет оплата по безналичному расчету. Я так понимаю? — Все совершенно верно. — Что в этой ситуации выиграл тот контрагент, который поставляет питание в школу? — Контрагент по поставке питания выиграл оперативность в расчетах. — То есть? — То есть деньги в безналичном способе поступают ему напрямую на расчетный счет. — Сколько времени проходит примерно от того, как ребенок пообедал, и через 5-6 дней сколько? — Нет, там гораздо все быстрее. Там день-два, надо посмотреть на практике, но фактически здесь очень короткий промежуток зачисления денежных средств. То есть фактически деньги напрямую с расчетного, с личного счета, с личного кабинета каждого ребенка перечисляются на заплату. — Две ваши дочери пользуются этими картами? — Разумеется. — Для вас, как для отца, что это? — Для меня, как для отца, это избавление от мелочи. Это гарантия того, что мои дочери получат питание, и те денежные средства, которые им выделены на питание, они будут направлены именно на питание. Ну и некоторая уверенность в том, что то питание, которое предоставляется, оно соответствует качеству, качественное, потому что контрагенты, которые оказывают услуги питания в школах, они тоже проходят достаточно серьезный отбор, и только самые надежные могут оказывать эту услугу. — Ну там конкурсная процедура, мы все понимаем. И вы оставляете, вы и организаторы питания, вы оставляете возможность тем родителям, которые говорят, что карта — это не наш путь, за наличные деньги, чтобы ребенок мог пообедать в школе? — Спасибо за вопрос, Владимир Федорович. На самом деле, это наше кредо, чтобы у людей был выбор. Точно так же возможность наличной оплаты, она сохраняется у любого школьника, у любого родителя. То есть родитель, опять же, получает возможность либо безналичного оплаты питания, либо сохраняет возможность наличной оплаты питания, к которой он привык. — Сейчас поменяем немножко тему и вернемся к недавней встрече. Практически месяц назад была встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с председателем Центрального черноземного банка Сбербанка Владимиром Солминым. Вы принимали участие в этой встрече, и, судя по сообщениям прессы, речь шла в том числе о государственно-частном партнерстве. И, в частности, эта инициатива в том числе и ваша, и есть контрагенты, которые готовы принять в этом участие. О чем вообще разговор? Что из себя представляет это самое государственно-частное партнерство? — Давайте постараюсь объяснить на пальцах, что такое есть государственно-частное партнерство ГЧП. Прежде всего, в ГЧП есть три участника. Есть администрация, которая желает строить социальные объекты для населения, есть банк, который может финансировать строительство этих объектов, и есть некий строитель, некий инвестор, который имеет необходимую инфраструктуру, опыт строительства, который может фактически строить. — Прошу прощения. Существует простая процедура. Есть некий муниципальный заказ. В городе Н хотят построить детский сад. Чем проще собрать депутатов, принять решение из бюджета выделить деньги, найти по конкурсной процедуре проектантов, найти застройщика и все сделать? Вы зачем здесь? — Проблема заключается в том, что этих городов Н, их несколько штук. И потребность в строительстве детских садов, их потребность несколько больше, чем 1-2 детского сада в год. А денег хватает как раз-таки на 1-2 детского сада. Так, схема ГЧП позволяет запускать строительство сразу нескольких объектов, потому что в этом случае привлекаются кредитные средства, финансирование происходит со стороны банка, и оплата строительства происходит в течение длительного времени, в течение, скажем, 5-7 лет. — Объекты получаются сегодня, ими пользуются люди уже сейчас, а оплата за строительство происходит в течение 5-7 лет. — То есть, получается, фактически ситуация такая, что социальная потребность, будь то фельдшерско-кушерский пункт, детский ясли, детский сад, может быть, небольшое школьное помещение и так далее, потребность есть сегодня, бюджет не всесилен, и привлекается частный инвестор, который обеспечивает работу своих людей, и в то же время у него средств нет, он берет взаймы у банка. И затем возникает ситуация такая, что со временем объект уже сдан, проходит 1,5-2-3-5 лет, и затем бюджет с этим состройщиком расплачивается. Я так понимаю? — Да, бюджет расплачивается застройщиком в течение длительного периода времени, в течение 3-5 лет. Это заранее определено заключенным договором, в котором одним из участников является банк, и банк, во-первых, и гарантирует оплату, и фактически осуществляет финансирование строительства. — Простите вас раскрыть банковскую тайну бесполезно, я понимаю, что будем пытать в этой студии, вы банковские тайны не раскроете, но все-таки есть реальные какие-то наметки, хотя бы один проект государственного частного партнерства, который в 2020-2021 году стартует? — Такие наметки есть, и я скажу вам даже больше, что мы ставим перед собой задачу на текущий четвертый квартал 2019 года принять решение о строительстве по подобной схеме детского сада на 120 мест в городе Мичуринске. — То есть есть уже договоренность с муниципалитетом, это одобрено властями региона, и есть застройщик, который готов по схеме государственного частного партнерства приступить к этой работе? — Совершенно верно. Фактически сейчас все участники есть, они понимают необходимость участия в данной схеме, есть общая договоренность. Мы сейчас находимся в бумажном этапе согласования на разных этапах и бюджета, и принятия рисков, и изучения смет. Фактически ведется такая бумажная работа. — Это нужная подготовительная работа, я понимаю. Со строительных тем уходить не будем. В этом году произошли серьезные изменения в части жилищного строительства. Мы знаем о том, что власти Российской Федерации решили, что нужно покончить с таким явлением, как обманутый дольщик, и введена новая схема, когда застройщик и дольщик не общаются финансово напрямую, а возникает понятие счетов и скроу, когда дольщик вносит деньги на счет в банки, и только когда закончилось строительство и дом принят, тогда банк эту кубышку распечатывает и рассчитывается деньгами дольщика с застройщиком. Это так? — Да, все верно. Наверное, эту систему можно сравнить с системой страхования вкладов, когда дольщик получает гарантию о том, что через какое-то время, через определенное время, он получит либо ту квартиру, за которую он унес денежные средства, либо получит внесенные денежные средства назад. Деньги размещаются в банках, деньги хранятся, и фактически банк выступает гарантом того, что обманутый дольщик не появится. То есть эта система фактически ликвидирует возможность какого-либо обмана. То есть либо квартира, которая в конце на этапе... — Либо сберезонные средства, которые належные... — Совершенно верно. Да, потому что в данной схеме строительство уже осуществляется не за счет средств дольщика, а за счет средств либо самого строителя, либо за счет финансирования заемных средств. — Заемных средств. Еще один момент. Меняем тему. Но вот недавно прошло сообщение о том, что достигнуто мировое соглашение между Сбербанком и Первомайским вашим проблемным предприятием, которое задолжало энную сумму не только вашему банку, но и другим банкам, насколько я знаю. Вы решили, что предприятие в стадию банкротства входить не должно и реструктуризировали задолженность этого предприятия практически до 2025 года, если не ошибаюсь. — На пять лет. — Вы благотворительностью решили заняться? — Да нет, к сожалению, нет такой статьи в функциях Сбербанка. Но на самом деле мы понимаем свою социальную ответственность и перед теми людьми, которые работают на предприятии. И верим фактически данным шагом. Мы подтверждаем в то, что предприятие подымет голову, что предприятие сможет найти заказы и выйти на тот уровень работы, который был несколько лет назад. Фактически менеджментом предприятия была допущена закредитовка. — Прежним менеджментом. — Прежним менеджментом, да, все верно. Фактически этот завышенный кредитный портфель привел к финансовым трудностям на предприятии. И в связи с этим сейчас с нами принимались решения о реструктуризации и подписании мирового соглашения, которое фактически растягивает период погашения судной задолженности перед банком на очень длительный срок. — Смотрите, если я дилетантски рассуждать буду и в этой ситуации попытаюсь вникнуть, получается так, что предприятие, переоценив свои возможности, не сформировав должный портфель заказов, набрало кредитов в различных банках и закредитованность предприятия превысила все допустимые моменты. — У банков было два варианта действия. Предъявить иски определенные, пустить предприятие в стадии банкротства. 300 с лишним человек на первомайский химмаши лишаются зарплаты, лишаются работы. И дальше банк свои проблемы решает, а первомайский химмаши что хочет, что и делает. Вы пошли по другому варианту. Я понимаю так, что это социальное значимое действие, которое сегодня дает возможность новому управленческому аппарату первомайских химмаши сформировать пакет заказов, обеспечить работников работой и заодно расплатиться своими обязательствами. Так получается? — Да, фактически все правильно объясняется. — В финале не могу спросить вас о том, как завершается ваш спортивный сезон. Ни для кого не секрет, что Владимир Компаневец марафонец, Владимир Компаневец бегун. И, Владимир Анатольевич, если честно, что в этом сезоне удалось, где побегали, где пробежали, и что оставило наиболее яркое впечатление? — Если честно, в этом сезоне бегал мало. — Что так? — Ну, видимо, наступают некие периоды переосмысления активности. Были другие направления деятельности, которые отнимали время. — Ну, подождите, московский ночной марафон был? — Московский ночной забег был. — Да, московский зеленый марафон был? — Московский зеленый марафон был, да. — В Тамбове удалось побегать? — Ну, наверное, два ярких беговых события, которые помнятся мне по итогам текущего бегового года. Это тот тамбовский полумарафон, который второй раз уже проводился в нашем городе. Мы пробежали весной по набережной. Потом нужно отметить еще и трейловый забег, который проводился. Каждый год он проводится. — Давайте мы поясним, что трейловый, или как вы там называете, забег? — Это забег по лесу. — Это фактически по бездорожью. Там может быть и болото, там может быть и грязь. — Там, собственно говоря, болото и были. Там были ручьи вброд. — Где и когда бегали? — Бегали две недели назад под селом Горелым, лес Бериндей. — Фактически это забег памяти одному из бегунов, который, к сожалению, в этом году ушел из жизни, Михаил Федоров. И очень душевное мероприятие, которое состоялось в этом году, продолжает дело супруга Екатерина Федорова. И очень много людей, в том числе из других городов, приехали для того, чтобы пробежать этот забег. — А правда говорят, что вы бегаете не только один, но и ваша супруга, и трое ваших детей тоже выходят на дистанцию марафона? — Дети перенимают семейные традиции. Каждую субботу мы бегаем парк-ран со всеми членами семьи. Даже Валерка, которому почти четыре года, на беговеле пробегает уже пять километров. Так что, наверное, растим спортивную молодежь для нашего города. — Весенний-осенний сезон закрыт. На зиму спортивные дела отменяются или как? — Вы знаете, беговой сезон никогда не закрывается. И самое комфортное время для бега как раз таки весна и осень. Это летом очень жарко, чтобы бегать. А зимой возможность для того, чтобы пробежаться, правильно утеплившись, тоже можно найти. Поэтому впереди новые старты. И в этом году, я так думаю, что побежим еще в Мучкап. На ближайших выходных съездим в Липецк, пробежим лесобег. Очередной трейловый забег. Так что есть чем заниматься. — Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов и в вашей основной банковской деятельности. Ну и, конечно, новых забегов, новых стартов. И чтобы ваша домашняя коллекция пополнялась новыми медалями. Спасибо вам большое. — Спасибо, Владимир Федорович. — А я напомню нашим уважаемым зрителям, что сегодня гостьем нашей программы, подготовленной совместно с Общественной палатой Тамбовской области, был управляющий Тамбовским отделением Сбербанка Владимир Компанец. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»